МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мой путь в науку, надеюсь, продолжается, начинался, да? Он не так давно. Вначале занималась практической деятельностью, больше 10 лет работала в ветеринарной клинике, ветеринарным врачом. Потом, конечно же, было такое чувство нехватки опыта и других каких-то необходимых качеств для ведения этой деятельности. Я пришла в университет. Университет поступила в очную аспирантуру по специальности фармакология и токсикология к профессору Геруновой Людмиле Карповне. Конечно, должен быть, конечно же, ученый и принципиальным. Должен быть достаточно грамотным, собранным, целеустремленным. Поэтому такие качества, в принципе. Понимать, что наука – это наука на всю жизнь. Ей нельзя заниматься, потом бросить, потом опять заниматься. То есть наука – это то, что сопровождает тебя, наверное, в течение всей твоей жизни. Круг научных интересов достаточно широк. Активно занимаемся поиском эффективных средств и методов лечения животных с хирургической патологией. Параллельно, скажем так, самостоятельного движения в науке выполняем совместные работы с медицинским университетом. Тоже нашей гордостью является то, что отдельные наши разработки легли в основу гуманитарной медицины и на сегодняшний день используются уже при лечении человека. Уже стали защищаться мои первые ученики. Значит, это была первая такая моя ласточка. Это Серик Байзыханов в 2015 году защитил кандидатскую диссертацию. Через несколько дней мы опять вылетаем в Санкт-Петербург. Там должны пройти защиту еще моих два ученика. Это Екатерина Сергеевна Дочилова и Бабаков Николай Васильевич. Как вы работаете в Санкт-Петербург? Но сейчас, к сожалению, может быть очень большой объем работы у меня, конечно, административной направленности в связи с тем, что я декан факультета. Но, тем не менее, мое научное направление – это, конечно же, в том числе и мои ученики, которые активно со мной занимаются. И вот совместно мы даем научный продукт. Сейчас, конечно же, все мои планы – это мои ученики. То есть больше как за них я, наверное, никогда не переживала так при защите своих двух диссертаций, как, например, переживаю при защите диссертаций своих учеников. Поэтому вот мое будущее – это мои ученики. Мои дети, которые тоже пошли по стопам моим, закончили. Дочь закончила ветеринарный факультет, работает ветеринарным врачом. Сын учится на ветеринарного врача, тоже активно помогает нам заниматься наукой. Какие-то части экспериментальные уже выполняет самостоятельно. Поэтому здесь тоже у меня определенные есть планы воспитать и в них тот дух ученого, который привили мне мои учителя.